Всем привет! С вами Евгений Моноенков, как всегда, и Сергей Задунайский. И мы начинаем наше следующее путешествие 46 километров от Москвы Новоказино до Храпунова. Ну что, в путь! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Мы спадут в столовые, мы их не взойдем и перекусим. А так мы планируем идти без перерыва 2 часа. С перерывами наперекур, как говорится, по 20 минут. Это будет самое оптимальное время для похода. Ну да. Вот. Что такое? Да я снимаю вообще. Я вообще сейчас снимаю. Снимай, конечно, чужим. Будем, как говорится, путешествовать. Ну да. Ничего страшного. Будет жарко, снимем лишнюю одежду с себя. Но пока ветра нету, слава богу, с утра было очень сильно ветер. Просто ненормально и там где-то уже где-то метров 10 в секунду. Это много, реально это много. Да еще главное, чтобы дождя сегодня не было. Ну, хотя дождя обещали. Надеюсь, что не будет дождей. Страшно. Стоп. Стоп. Камера, да? Да, все. Нет, жаль, они будут все дорогу снимать. Сейчас мы находимся в парке Реутов. Да, в центральном парке города Реутово. Да. Здесь какие-то гуляния для детей сейчас проходят. Мы подошли уже к станции Реутово. Поворачиваем направо, идем по прямой, по тропинам. Которые мы уже, как сказать, походили по ним. Да. Ну вот, как-то так, уже в Реутово. Прочно. Ну-ка. Сейчас. Вот какой-то кошак здесь игрушенный. Точнее, мужик переодет. А мы на руки возьмем и вот так, чтобы пашашки уловить. И темно. Бери, бери, не бой. О, а что-то у меня тут. О, да, вот так чуть-чуть. Концерт это 90-летие у Московской области предназначено. Да? Да, да, да. У меня что-то нету. Странно. Так, сегодня в Реутовском парке очень весь. Ха-ха-ха. Угу. Ага. Ну вот, какие-то концерты. Да, сегодня какой-то праздничный день. Сегодня праздничный день какой-то, я не знаю. Ну, сегодня вроде как бы четверг. Поэтому чертова узнают. Обычно могли бы сделать и в субботу или по воскресенье. Ну ладно, раз они решили, так пускай гуляют. Как-то так. Сейчас на ужасе, слава богу, стало немножко солнечно. Не люблю, когда пасмурная. Она как-то немножко нагнетает атмосфер, когда пасмурная. А когда солнышко, как-то и бодрее идется. Вот так как-то, дорогие друзья. Идем, идем дорогой нашей. Скажи, что ты пришел? А, разгадайте, дорогие друзья, наши подписчики, такую загадку. Кузнец, ковал, кобыла. Кобыла, кузнеца, кобытом. А кузнец, кобылу, кнутом. Вот разгадайте загадку, напишите ответ в комментариях. Посмотрим, как вы можете разгадать, не сможете разгадать эту загадку. Ну да. Давай, давай. Вот, отлично. Ты ее видишь, как она сейчас снимает? Да. Ну, вроде как, основная сейчас туча ушла вперед. Слава Богу, ветер сегодня западный. Позади нас более-менее ясная погода с прояснениями. А впереди вообще все облачно, все заболохло тучами. Ну, слава Богу, подождь не попадем в ближайшие 2-3 часа, это точно. Вот, идем. Выходим из города Варилтова. Машины ездят. Пока здесь немножко шумновато. А дальше будет поспокойнее намного. Все, я уже включил. Уже поздно. Так, переходим в ЖД пути, нужно быть осторожными. Что переходим? ЖД пути, шлисдорожным. Да. Так, ближайшая станция у нас, давайте посмотрим, как который идет от города Риелтова, сейчас я вам подскажу. Это идет станция Никольская Вот если море видно здесь Не знаю, видно, не видно, вот станция Никольская написано Вот и сюда направляемся Сейчас направо и по прямой пойдем Да, пока идем Сказал Женя, а при чем? Ну да, точно Так Слава Богу, вырвались от машин Сейчас тишина, будет спокойствие Деревья, никого не будет Одни дачные дома начнут Так, здесь какая-то эстакада строится Вроде здесь ее в прошлый раз не было Дорога туда, куда пытается Да, здесь постоянно везде Дестройки идут Да, вот что-то тоже застроили Точно Так, о Да Вот дошли мы до Никольской Да, санкция Никольская, вот она справа одна Дошли, ну можно сказать, быстро дошли до Санкции Никольская Примерно где-то минут 15 Мы идем быстрым шагом и не медленно А идем быстрым шагом Да, потому что нам нужно еще успеть на электричке Сейчас вот попробуем яблоки Наверное кислый, блин Да, совсем кислятинный? Ну тогда выбрасывай тогда Все, все, берите парочку и пойдем А то сейчас дождь начнется Следующая станция у нас Салтыковская Салтыковская, да Да, время сейчас 12 Да, 12 дня 12 дня Спросили ради интереса у людей Где находится станция Храпанова У местных жителей Да Некоторые вообще даже не знают Хотя тут идти-то всего лишь 40 километров 46 от Москвы Но некоторые знают Они даже удивились Сказали, когда мы дойдем, будем уже седыми Ну посмотрим Ну да, посмотрим Сравним их теорию Это точно Точно, точно Салтыковская вишня, вот одна здесь осталась А где еще? Попробуем Вот здесь Одну Все оборвали уже Сейчас возьмем Ну мы пакуне тоже оборвем А я еще нашел еще одну покрупнее Так как разная Она в принципе спелая Из нее, конечно, лучше варенье варить Такая кислятина Ну да Я еще хочу Кислятина Да не, не, все люди уже оборвали На компот им Пасследнюю штучку доедаем А хотя тут чак как-то есть однокрасное Ну да Пойдем Ну все И идем дальше Да, давайте зайдем в эту вот открытую дверку Посмотрим, что здесь у нас А здесь у нас станция как раз Это уже Никольская называется, да? Ну да А не, Салтыковская Салтыковская сейчас Там рабочих ходят, никого нету Здесь можно спокойно ходить Электричек тоже не видно пока что Люди ходят Ну они нам ничего не скажут Что они нам скажут А вообще плевать на них, как говорится Точно Так, пойдемте далее Все, и короче мы идем дальше Проходим дальше Нашли такую ветку вишни Она очень, вон ее много Она черная практически вся Нужно ее обрывать Пока, как говорится, есть возможность Вот и все Сорви вот здесь Вот ветка хорошая Вот, видишь, я держу Срывай, срывай Вместе с кушаем Давай, давай, Женек Да ты не ешь, а вот это тоже Мне тоже собирай Ну я всегда Ничего страшного Значит я буду в одну харю Обрываем пока вишню Пока есть возможность Иначе на компот просто все разберут А это вишня не ничейно Потому что она растет на дороге Все, я сбрасываю ветку Да? Все, хорош Пойдем дальше Ничего, так Кое-какая сладкая Ну да, полусладкая Ну да Ну так освежиться сейчас Летом Нормально, сам раз Да Так что я ем вишню в одну харю Ну да, я сам пришел себе Самому сорвать Так Вот мы на Салтыковской А извините, а не подскажете? А как идти до Харпунова? В Харпунова? Да Ну просто прыжочком идем Харпунова это 20 Еще осталось, да? Да Ага Все, спасибо большое Куртуре Это там Куртуре Куртуре Ох Ну вот Ну хорошо Прям как у бабушки в деревне Да Вообще Хороший, красивый пейзаж Мы здесь останавливались И Пройдено было 22 километра Мы здесь остановились Точнее не 22 Сколько мы говорили? 10, 12 Ну да Где-то 12 километров Немножко постоим Немножко постоим Подышим Маленько Ветер Сильный Да Ветрено Ураган Ветрено Да Все Немножко постоим Да? Дохнем, конечно Дохнем, да Лучше так уже идем Нормально идем Да Евгений прилег Потому что Немножко устал Мы целый год Никуда не ходили Ничего страшного Ничего Отдыхаем Пока что Через 6 минут Мы пойдем Дальше Вот в той стороне Находится Никольская Мы до нее сейчас Как раз и дойдем Идти примерно минут где-то Ну сколько? 7 где-то максимум Мы Мы уже В Кучино Находимся Да, вырвались Это ближайший город Кучино Нашли такой Памятник интересный Давайте посмотрим на него Да Вот памятник Поэту Андрею Белому Который умер в 1934 году А родился в 1880 году Ну этот памятник Вы в прошлых путешествиях видели? Да 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 Если вы конечно смотрели Да Если не смотрели Обязательно заходите на наш канал И обязательно надеть это видео Называется Москва черная А если тебя не подскажете Как дойти до Крапунова Я не знаю А то мы уже идем 20 километров от Москвы Нет Не, не знаете Ага, ладно Сейчас мы в Кучино Немножко Немножко решили прогуляться по городу Идем в сторону Железнодорожного Да Это все еще Кучино Здесь на доме такая вывеска Добро пожаловать в город Да Да Если вам видно Хорошо Хотя эти А тут пожар был На первом этаже Слева В нижнее окно Какая вот хорошо горело 2 этажа почти сгорело Успели подушить Ну да Все ладно Идем дальше Да Идем Да Заправку Вот Можно показать Просто так Да 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 Мы Прошли уже Примерно 23-25 Километров Вот И Нам еще Идти Еще идти Идти Примерно же Столько же Надо и И ходить Да Мы решили отдохнуть В городе Железнодорожном В любом ближайшем Торговом центре Где можно посидеть И спокойно Перекусить И просто отдохнуть Потому что Мы уже немножко Начинаем уставать Да Люди У людей У которых мы спрашиваем Как пройти до Храпунова Они просто удивляются И говорят Что нам лучше проехать Электричкой Да Дешевно А зачем нам электричка Когда мы все время решили путешествовать только пешком Да Только пешком Вот так вот И напомним 46 километров 46 километров Наши задачи На сегодня Да Должно успеть Прийти где-то К 6-7 вечера Вот так Пойдемте Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну мы вам сейчас покажем Сейчас покажем Что до железной станции Пошли Да До железной станции Да Ха-ха-ха Ха-ха-ха Пойдем Пойдем Да Пойдем Пойдем Вот Скоро приедем А вот Совсем недалеко Прямо осталось где-то Метров сто И мы на месте Да Солнышко хорошо Конечно Хорошо Еще бы Ну вот Мы находимся На станции Железнодорожная Вот Как так Вот мы и пришли к станции Ну да Два с половиной часа Мы вышли в один Время сейчас Пол второго Время в пути Заняло Два с половиной часа За два с половиной часа Мы дошли До станции Железная Сейчас Зайдем в центр Перепустим И пойдем дальше Все Вот Решили Немножко в торговый центр Зайти Посидеть Отдохнуть Пойдем на второй этаж Туалет Давайте немножко Освежимся Давайте поднимемся Сюда Да 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 По-моему это мы Поднимаемся А кто нас будет смотреть Удобно будет сидеть и смотреть Так Вот Нас здесь встречает Джек Пират Подражитель Подражитель Это же пират Подражитель Из Каюфского моря Пират По-любому Нелегальная реклама Да Почему Нелегальная Нелегальная Ну да Они кстати Не спросили у режиссера Можно взять Образ Да Так Давай Давай Пойдем 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 Вот Здесь мишки женские Ну да Давай ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ага Игровой зал Я не знаю, что там будет, что там. Уй, почти! Погон, еще вот так. Ну, да. Ну, там здесь только один главный зал. Блин, ну, не ладно. Ну, да. Я думал, хоть здесь будет хотя бы максимально поезд. Да, нет. Да, сочетались. Гоу! Ух! Точно. Ну чего, ладно, идем только дальше. Идем далее. Да. Идем дальше. Обещали дальше. Обещали дальше. Да. А кто обещал дождь? Ну, прогноз. вот и расскажешь то по и надо посмотреть карту кстати сейчас пройти будет много как он свалим карту так смотрим своим железнодорожная возле торгового центра есть магнит дальше пройдем наверно в магнит сейчас тоже действительно хочется что-то уже перекусить ничего пока не видно маркет дикси одни дикси вокруг музея опять дикси короны магниты пятерочка есть но далеко от нас ладно тогда все это ладно тогда идем в магнит да получается да вот так вот возьмем вышелок рубли 20 все и сердит нормально ну да конечно они есть они тешево стоят так вот сейчас мы сели сейчас мы перекусим да да взяли булочку с домом по 19 рублей квас красная цена по 30 и поднялись наверх перейдем на ту сторону следующая станция черная 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 на черную на черную да ветер сегодня сильный да вот особенно когда сейчас наверх поднялись да ощущается очень сильно ветер внизу еще не так сильно а вот все вот здесь уже вышла высота точно ничего ничего половина пути пройдет ускорение в в в в или в в в в в в в очень отстает сильно нормально аккуратно только на спускаться здесь какие-то лестницы разбитой сейчас сделаем нормально если шпилив через два часа отлично все эти идете пошли быстрым шагом да 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 все да да там будет музыка играть ну что будет камеру тряслись на видео смотрели нереально ну ладно мне главный он кстати здоровый вот видите какие иголки если сравнить с моим пальцем убрать одну очень пушистая елка очень и ветер очень большой ветер это все время ну конечно по земле россии поля поля до реальность да реально поля прям такое ощущение как будто бы какого-то глухой гиросии какой-нибудь ну да 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 вот видите да 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 одни поля да вообще классно решили какой-то вертолет пролетает я не знаю что конечно блин фокуса нету ну ладно просто летать над полями вот наконец то мы вышли нормальную дорогу дорогу асфальтированную до здесь мы еще не ходили ни разу не были до жильдешные пути депо и слева от нас дома тоже такие неплохие здесь что хорошо напоминать мне чем-то деревню похоже очень сильно очень похоже очень похоже да коров не видать как кажется уже дождь все начинается мплата витровку надвить да а так на сами было большие тучи надвисли сейчас может ливануть ничего зонтик есть нормально это против солнца снимаешь конечно не будет плохо да действительно сейчас может быть хорошо все зонтика отставай и пойдем а то уже дождь да 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 давай ага вот давай скорее скорее не могу скорее китай бутылки сюда быстрее китай 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 ооо блин твою мать а надо капюшон везти бля нет сейчас зонтик внесет внесет я капюшон внесел давай укрылись под зонтиком ветер что-то разошелся реально нехороший а пойдем потихоньку да пойдем да зонтик меня ж сносит точно пойдем туда помедленнее немножко давай пойдем потому что реально зонтик сносит аж нашли такой интересный колодец сейчас посмотрим есть ли там ведро есть ну давай тогда крути баранку попьем хорошей ключевой воды колодезной крути ручку да вот 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 давай сюда как в деревне себя чувствуем до конца до конца пока вода не наберется все тогда наверх поднимай двумя руками сейчас я вытащу волка а почему волка волк ну погоди а это колодец общий а все аккуратнее давай на себя ведро поставь его на эту перекладину давай 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 все да попробуй воды выпить давайте посмотрим на эту воду чистая она не чистая а у да нет нет только не выкидывай смотри давай попробуй выпив воды давай давай снимаем давай давай конечно ледяная поставь ведро теперь моя очередь все давайте попробуем оценю я теперь оценю воду деревенскую сравню в Курской области и вот это вот подмосковную ну да почти как в деревне да ставим ведро на место да и закрываем попили освежились у нас с собой есть класс ничего нормально за дочь попили водички все дождик уже прошел можно снимать дельку ой да все пойдем ну да почти деревенская но деревенская все-таки вкуснее чем это да да ой все мы опили с хорошей ключевой водички да идем далее точно вот такая площадка здесь есть кругом ничего ни души но есть в глухом месте нашли площадку детскую сейчас мы немножко здесь посидим отдохнем да прям возле электричек да красиво все видно да да и снова пошел дождик а только успел сказать он уже закончился вот вот как-то слишком резко то начинается то пропадает ну да очень резко ладно мы уже почти дошли до черного сейчас еще осталось где-то примерно сто сто пятьдесят метров дойти и мы на черном еще останется примерно пять станций и на месте на храпунова да пойдем пойдем и 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 в и и и и в и в пройтись да ну давай сюда прыгнем все вот дорогие друзья какая-то речка как это вот да ну да она здесь раньше купались по любому раньше купались и рыбу ловили ну сейчас тут от него дуточки плавают вдалеке ну да так вот ближний запад эти красиво смотрится ну да красиво смотрится вот здесь все зачем да и через через а если сюда блядь упасть не дай боже за счет мало не покажешь даже поток дорога аж пена идет у . с ее детьми плавают лишь и промзанец и плавают в телефоне этого нибудь поле ржа так честно что не понимаю написано что сюда надо идти здесь вокруг листвы я ничего не вижу вот там тропинка пойдем туда значит даем а ну все точно и мы наконец-то нашли ну на этом мы не останавливаемся идем дальше все вот сейчас я снимаю посмотрю в какую сторону нам нужно вот так вот конечно все понятно что такое не все стало ясно я уже наверно все оборвали все идем серого холестер не становлюсь здесь какие-то близкие крупные клубники но почему-то клубники нету видимо местные жители все оборвали надо вообще нету все-все оборвали лесники те же самые или кто-то рядом живущий ну даже видно вот такие вот листы под ними должна быть крупная земляника так подошли какой-то станции давайте посмотрим что это за станция это станция заря так увеличила чтобы видели следующая будет по расписанию купавна ну и там повернем направо от железнодорожных путей потому что вверх нам не нужно идти нужно вниз по карте будет 33 километра электроугли и следующий по моему 43 километр и скорее всего наш следующий до храпунова получаться нам еще осталось 1 2 3 4 4 станции всего лишь осталось противных отдалим буквально часа за два время московская 4 часа дня все идете вот такая поляна очень красиво зеленый фиолетовый мир забыл как называться растение справа точнее слева в сосновый город ну узенькая тропинка так вот дорогие друзья вот слева какой-то памятник они-то прогрессованы а ну это и зарезал это просто кусочка забора а вода немножко видно хоть что-то ну ладно да мы вот идем по небольшому полюсу вот мы зашли на запретную зону а здесь везде огня опасного для вообще нигде копал а то взорвется ли вот такой памятник или забор вот такая рожа страшная странно первый раз я тоже вижу я поздравляю просто право движение техники запрещено вот я по снова заговорка возникли здесь нет проведена туда же написано здесь нефтяная как эта под труба закопана по земле поэтому здесь копать запрещено а вот поэтому да поэтому даже машины запрещено здесь а а именно поэтому машина запрещена тут машина только служебная Вот мы уже практически дошли до Купавны Да, все, сейчас зайдем на станцию, посидим и дохнем А как практически? Мы уже дошли Да, до Купавны Сейчас немножко идем на станцию и отдохнем Мы немножко предустали Да, посидим, квасу выпьем Посидим, отдохнем немного, минут 20 Давайте квасу Обычно взяли вот такой квас Как называется, первым геймом Всего же 30 рублей стоит 2 литра, еще даже половину бутылки не выпьем Нормально, хватит Идем, идем, идем Идем Прямо, прямо, прямо Через ЖД пути надо перешагивать Сейчас, нифига себе Да, вот такая сегодня первопр... Да, вот такая сегодня первопр... Я, я иду Я просто не могу здесь пускам Так, смотрим сначала налево, потом направо Ничего не видно, пойдем Ничего не видно, все будет Так, вот мы... Офигеть, конечно Так, я здесь смотрю, отдать его, да, что же... Либо здесь, либо здесь, вот здесь... Электро поезд Будьте внимательны, за 2-го на 7-й заезжает электро поезд Будьте внимательны, за 2-го на 7-й заезжает электро поезд а везде да на поехали не знаю написано Литрагорск да людей внутри нету нету? нету? да вон ты по видимо поехал ладно? ладно поехал сушай да в Сарумасск выследует да пойдем мы уже на подходе к 33 км прям по прямой еще три станции осталось ну около того еще три станции где-то да да уже все начинаем обалдевать потихоньку да ничего да дойдем дойдем никуда не денешься вот мы пришли на станцию 33 км мы уже 33 км прошли пешком все пойдем дальше идем дальше идем дальше вот мы немножко отдохнули взбиваем да движемся дальше идем идем дуча здоровая над нами равновесно да посмотрите какая туча неужели что будет дождь да не знаю ну да точно все идет дальше и да и вот здесь вот в я Ну, время Сейчас 5.50 Уже, а мы еще Идем, идем, и нам еще Идти так прилично Вот, у нас Карта, к сожалению, уже Закончилась Потому что у нас карта Московской области Не скачена И карта уже закончилась Теперь мы должны идти сами Ну, мы идем прямо вдоль рельсов Я думаю, мы Не ошибемся, да, дойдем Да, посмотри, проверь Показано, что нужно прямо идти Так же, как мы сейчас и шли О, черт его знает Там даже ЖД переезд Ну, я думаю, либо На дорогу выйдем, либо пойдем так Ну, давай попробуем на дорогу выйдем Ну, давай пойдем Потому что там что-то все заросло как-то Ну, да, да, да Вернемся обратно Вот, да Мы даже виды электроугли До платформы электроугли ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Вот, дошли до таблицы, которая указывает, что прямо идти мы дойдем до Прязева А Ликино-Дулевый Дулевый И Обухово-Нагинск То есть налево нужно поворачивать Тогда мы будем в Нагинске подойдем Но нам нужно идти прямо в сторону Прязева И идем прямо Вот мы дошли до электроуглей Вот станция электроугли Только, правда, мы понять не имеем, почему мы с этой стороны находимся Ну, ладно Ничего страшного Да, и идемте дальше Да Ну, ладно, придется лезть через забор Ну да Потому что Ну, давай в руке подержу я куртку Давай, давай, снимай А потом ты мне передашь там? Конечно, а как же по-другому? Ничего не делаешь Застегни Потому что дальше депо И мы не сможем просто пройти дальше Да Мы уперлись, как говорится, в стенку Так, придется лезть, да? Давай, все, первый пошел нахуй Давай, 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 во Отлично А пакет, да, да, пакет Давай, давай, давай Все, все, ну, как-то так Ну да Сейчас мы зайдем на станцию Возьмем воды И дальше продолжим А, посмотрим пока расписание Ну вот Судя по расписанию, последняя Отправляется в 23 42 Во, да Так что, давай, все, идем Идем, идем Не будем Перекусили пирожки с мяса Попили воду Вымыли руки Немножко посидели, отдохнули Да, еще осталось Через одну станцию Кропунова наша будет Поэтому, ну, как-то попытаемся, конечно, дойти Но уже устали, конечно, хорошо Да, устали, да Ну а что делать? Ну ладно, чего сказать Дойдем Ну вот здесь, в электроуглях Есть завод Где жарят семечки От Мартина Вот на всю улицу Пахнет Да, пахнет маслом Жареными семечками и маслом Очень сильно пахнет Неплохой запах такой Ну, приятный Приятный Так, вот, как вы видите Здесь спортивная площадка Над нами пушит вертолет Летает он себе, летает Что-то летает Непонятно, что он летает Ну да Это одни пятиэтажки Есть и триэтажные дома Есть пара новостроек Такой очень тихий городок Очень тихий Ну да Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Добавил субтитры Алексею Дубровскому Идем по такую музыку веселую Да Да Это что? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Вот мы пришли к станции Вот мы пришли к станции 43 километр Получается мы уже 43 километра прошли пешком Сейчас мы должны отдохнуть Хотя бы 5 минут И дальше Осталась одна станция Следующая будет Как раз наша Сейчас мы немножко отдохнем И дальше Пойдем Осталось немножко Скоро придем Вот 43 километр Да Все-таки была От предыдущей станции Все-таки до сюда очень далеко Идти Станция очень далеко находится Следующая наша Все Да Еще Еще 3 километра осталось 3 километра И все И мы уже будем на месте Ну слава богу Все Мы двинулись Дальше Следующая Станция наша И так Вот Мы еще идем Мы еще идем Время сейчас Пол десятого Да Пол десятого Вот Хотели успеть на электричку Которая отправляется В 21-27 Но время уже 21 час 15 минут Поэтому мы никак не успеваем А да Еще до этой станции Идти на примерно Ну По-моему подсчет Где-то минут 15 Где-то 17 Но не успеваем Никак Ну да Ну успеем После Мы сядем на 22-25 И обратно домой А мы пешком Обратно уже точно Нет Обратно точно нет Потому что Это уже просто Нереально Пройти пешком Без отдыха Полноценного Такое Как палатка Костер Все такое Прочее Ну конечно Ну конечно Уже ничего не видно Уже вообще ничего не видать А нам осталось Немножко-то совсем Ага Да Вот наконец-то мы Дошли До станции Крапунова Продолжение следует... Вот она станция Крапунова Все Мы пришли Совсем немного Совсем Это поезд Триж Из Владимира Едет Вот такая Очень большая Скорость Все Дошли Сидим Все Мы дошли Да Блин Ну ноги Не советую вам В кроссовках Ходить Ни в коем случае Ноги Натирают Очень сильно Электричкой Которая сейчас проходит Она идет Из Москвы Экспресса Сейчас проедет Наша примерно Придет через 20 минут Сидим пока отдыхаем Все Уже Сил нет Да Все Мы наконец-то дошли Мы переодолели 46 километров Это наш новый личный рекорд Когда мы дошли Чисто пешком Никакого транспорта Ни одной остановки На троллейбусе Либо автобусе Либо трамвай Ничего мы не делали Только пешком Потому что время уже все Позднее Десять вечера Все спят А мы только домой Будем являться На этом наше видео Заканчивается Спасибо за то Что посмотрели наше путешествие Надеюсь Вы оцените наши все труды Так что подписывайтесь Ставьте лайки Ссылки на каналы В описании Будут на наши Вконтакте И на предыдущие путешествия Обязательно посмотрите Все Всем пока До встречи Всем пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому